всем добрый вечер наша недельная глава голова колду я сегодняшний на сегодняшнем уроке наверно расскажу вам вещь которую вы никогда может кто-то и думал но не думали во всяком случае я уверен вы нигде никогда это не услышали сейчас будем говорить вещи которые будут выглядеть сначала странными и казалось бы могут у некоторых выставать приступ гнева но потом встань на свои места и поймете как все красиво разложиться мы сегодня говорить об и цхаке то есть да может разбирали личность сегодня бойся про и цхака у нас нужно обратить внимание вся жизнь и цхака вся жизнь и цхака нашего праотца находится в голове толду вся это напротив допустим жизни абрама которая распределяется на три главы лехлиха баера и хаесара или жизнь якова вообще начиная с главы боец и до конца книги бариши до главы боехи вся жизнь и цхака вкладывается в одну пара в одну то есть как бы то есть когда мы на него фокусируемся она вся лежит на нашей голове и все почему хорошо степи все что рассказано в нашей главе про и цхака кроме того что он родил детей и отправил их то есть куда надо в конце концов каждого по своему пути якова шоу это большого то есть тоже по-своему он копал колодцы все более того в жизни цхака нет никакого гвура то есть никаких подвигов каких-то нет никакого драматического рассказа какие-то там то есть как что-нибудь драматического как при жизни якова у жизни авраама и так далее какой-нибудь борьбы которую он ведет ничего мы это увидим с этим борьба всевозможные драматические события и так далее у его отца его сына то есть у аврааму якова у самого кончу нет и так не занимается никакими походами авраам то есть даже без связи то есть это авраам вообще то есть не пришел из у каздима и так далее я но мы если то есть то что за походы по земле авраам там 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 он принципе делает скажем так бороздит землю разных местах землю израиля землю к на ней куда называющийся яков тоже самое делает айцхак нет то есть у цхака в принципе вся жизнь уграничивается между граром и между пустыней возле хеврона и все как бы на этом все заканчивается то есть в принципе у нас получается и так живет спокойно тихую абсолютно пассивную жизнь без всяких событий задаем честно вопрос окей получается что торе нечего рассказывать про и цхака и таким образом почему это когда про отец что мы с ним уже выучить и дело то что наши мудрецы говорят что все про отцы это прототипы прототипы для чего какой прототип и цхак авраам там есть много прототип айцхак какой у него ничего не происходит колодцы копать до прототипа вы но мы знаем что евреи из лопата колодцы не копают я увидел еврея с лопатой вот правда в израиле уже видели в любом случае поэтому давайте начнем немножко разбираться начнем с того чтобы обратить внимание на слепоту и цхака в конце времен он зяков не был слепым и авраам не был слепым был слепым и цхак сказано в киеве ки закан и цхак то есть ткг на инав миро в принципе когда пострел и цхак потемнели глаза его видению в принципе ослепым но это очень важно нам потом будет важна то есть фраза именно в ткг на инав миро то есть да то есть прекратились его то есть видеть итак у цхака без всяких вопросов естественно была проблема со зрением причем эта проблема которая привела к тому что яков смог получить два словения которые вроде бы предназначались киесапу но в принципе кроме физической проблемы у цхака есть другая проблема духовная если точнее проблема с определениями развлечения где между вроде плохого и хорошего то есть пример он должен был кроме того что ощупать то есть по лицу то есть да он должен быть определить то есть разница на характер между двумя его сыновьями между самым яковом то есть и принципе яков его поведение когда он приходит и под выставляет себя за и сава я должен был сразу понять кто это айцхак то есть ему его не возможно было по идее попросил провели на ощущениях в принципе по идее он не различает между и савом и яковом в точке зрения характера почему он любит я сам слепой что ли что как писать видео он любит и сава несмотря на все поведение и сава а яков на втором плане что ри заставляет рифку конце концов делать всякие манипуляции по идее есть проблема таким образом получается он был действительно слеп то есть да он был слеп то есть в двух по опасности психологически то есть да слепой и физиологически кстати до этого есть доказательства текстуально что это так как мы это можем увидеть смотрите обычно то есть и что это именно вот эта вот слепота две слепоты физическая и психологическая то есть духовная так называемая они так делали так что яков получил благословение от отца где у нас есть доказательства этому текстуально сейчас покажу обычно тора когда приводит какой-то очень важный факт который нам важен для понимания фона рассказа она его приводит скажем так мест не в начале рассказа как бы идет сначала начало рассказа и в тот момент когда для прояснения ситуации нужно понять какой-то факт тора приводит и потом идем дальше наше время называли то есть это от скобку открытый называется сноска обратите внимание например тот же рассказ которым прочитали про ангела офисар то есть сначала ангелы пришли начали говорить поговорить того что сара родит и перед тем как сара будет смеяться как бы упоминается о том что и сара и аврам старые то есть они же как бы уже физиологически по идее не могут родить ребенка то есть как бы это называется и арат агаб почему сара смеется вот поэтому но это не самого начала рассказа это как бы рассказы идет а то вдруг мы упоминаем что у нас подходит здесь очень очень кстати есть у нас еще один пример у нас допустим когда идет рассказ про прошлого недельной главе то есть да у ревка были ревка ах вы шмо лаван да то есть как бы идет рассказ про элезера ревка и так далее и вдруг поминает а кстати важная вещь а у ревки есть брат его зовут лаван потом ходит в разговор откуда он взялся вот так выходит там в нашем случае очень интересно нет у нас рассказ начинается со слепоты и цхака то есть все начинается то что постарел и цхак и он ослеп и только потом начинается вот этот рассказ что он посылает и сава принести ему дичь чтобы просто благословили и так далее по идее если мы хотели бы объяснить что вся правда все это то есть яков смог обменить и цхака потому что он физически был слепой тогда бы дело так он послал и сава и так далее а потом то есть я перед тем киаков придет то есть на обман которая должна была упомянуть а и цхак постарел и ослеп а тогда понятно как он смог обмануть но у нас нет тора начинается сначала она говорит что он ослеп и потом начинается весь рассказ и это то есть доказывает именно ту идею что в принципе что иные цхак и гумили рот то есть да они от потемнели отведение он не видит и потому что он не видит все это произошло причем как он не видит он не видит даже в своем его невидение неумение видеть в том что он предпочитает и сава яку это тоже не умение видеть из-за того что не умеет видеть это то что произошло то есть он послал это и сава не якова то есть наше предупреждение то есть происходит намного раньше что все есть рассказы не яков смог его обмануть вообще все началось с того что он не видит и не различает между двумя сыновьями его то есть я сказал то есть может разозлить то есть людей на наш прадец как не видно кто сказал да он там духовно видел так видел сейчас приведу 500 тысяч комментариев которые скажут да нет он понял что это яков но сделал специально вид что он не понял есть такие объяснения давайте немножко просмотрим есть вот очень глубокая вещь причем есть придумать дрожжи и этими дрожжи подокажут что то что мы говорим правильно что он прекратил видеть и физически и духовно то есть он не различал давайте будем разобраться да в принципе у нас есть два вида слепоты кстати которую не отрицают человек прекратил видеть физически и человек прекратил видеть ментально то есть принципе можно сказать у нас бы это в наше время сказали минута кменаула отключен от мира не от мира сего он не различает что вот этот злодей этот он в облаках и в каком-то смысле в принципе здесь получается что как будет с хака физический недостаток показывает проблему как бы недостатки внутри из-за введений давайте разобремся почему то есть да из-за чего это произошло что произошло с ицхаком что он скажем так стал не от мира сего что он перестал видеть очевидные вещи перед глазами которые рифка видела поэтому нужно было всю эту систему заваривать то есть под меня чтобы яков пошел чтобы не дай бог не благословил исава который злодей причем рифка мы знаем что рифка знает что исав злодей и об этом сообщили когда была беременна и она знает а исав это яков упор пророк про отец к нам ответит на вопрос почему мы не сейчас когда мы ответим на вопрос мы поймем почему она про ицхака ничего не написано нечего писать изложить так вот раши начинают то есть мидраж который приводит несколько обстоятельств и раши приводит эти два есть два мидража которые связывают между слепотой и цхакой и местами между тем что он увидел во время заклания на жертвы во время кеды то есть то что произошло с ним это последствия а кеды есть два мидраж один мидраж обиды то есть принципе кстати на чем базируется это это мидраше на стихи кто вытекэгэна и на миры от и потускнели глаза и потемнели глаза его от увиденного то есть есть что то что он увидел что повлияло на его глаза то есть на его видение вообще да во время жертвопоношения один мидраж объясняет почему то есть принципе оба мидража объясняет что что-то он увидел и это повлияло на возрасте первый мидраж объясняет так он рассказывает что во времена когда абрагам положил ицхака на жертвенник ицхак посмотрел на небеса то есть глаза то смотрим на небеса голосами и что он увидел он увидел плачущих ангелы плачущих ангел которые смотрели вниз в происходящем и плакали и эти слезы ангелов которые покапали попали в глаза ицхака и они в конце концов привели его к тому что наследует это один мидраж 2 мидраж приводит другой что то же самое он лежал на жертвенник поднял глаза к небесам и увидел престол и великолепие всевышнего который раскрылся во время кеды в самом на самом пике кеды и она слепила его то есть это повлияло на его глаза то есть в принципе как бы выстрел такого молнии то есть божественное которое ударило по глазам понятно что оба объяснения говорят о каком слепоте духовной потому что это духовный источник а не физически потому что если глаза то есть если то есть плач ангелов слезы ангелов сжигают глаза или или ослепление то есть престолом всевышнего то когда он должен ослепнуть немедленно если это был физический вопрос но здесь прошел духовный процесс который произошел моментально с ицхаком и в конце концов постепенно повлиял на физическое оболочку которую то есть мы сказали что духовный процесс который внутри цхаки он реализировался и на внешне в конце концов то есть на физическом уровне то есть сначала потому что то есть если произошло что-то сразу то он по идее должен был физически ослепнуть сразу но не ослеп физически сразу он ослеп только к старости от того что он увидел раньше значит что произошло у него произошло так называемая духовная слепота чем разберемся что именно и только потом с возрастом оно повлияло на всему сущности выразилось и физическим вариантов с физической слепотой на глаза что же с ним произошло начнем с первом мидраше попробуем понять и так в первом мидраше ангелы плачут их слезы попадают в глаза ицхака очень часто что обозначает ангелы ангелы очень часто обозначает абсолютную логическую истину и объективно откуда мы это знают всякие разные силы мы это знаем допустим есть у нас известная примером мидраж который скажет когда все захотел создать человека а там были то есть каждый говорил то есть ангелы за и против было и там была истина которая сказала что не создавать человек как бы тип он с ангелами совещался то есть ангел которые были создавать и истина пришла сказать не создание его не создавать почему он полон вранья полон лжи человек в принципе полце рационально объективно что делается всевышний и рыжий в сказали что всевышний взял поймет вы шли хуто то есть сбросил истину на землю это очень логичное объяснение ничего не объясняет бог это называют движение называется баффаль пихе и несмотря на это создам человек таким образом здесь же происходит то же самое и на афиге что делают кстати это мидраж бришит раба который говорит что арылим махмухин то есть да то есть ангелы это ненормально происходит как отец приносит жертву своего сына то есть да что здесь происходит так далее и несмотря на все это женщины продолжают это дело то есть принципе что происходит слезы ангелы символизируют объективную трагедию жертвоприношения объективно эта трагедия они плачут как бы ангелы видя как отец приносит жертву сына то есть ицхак пережил и испытал полностью вот этот вот грусть и боль ангелов слезы капает который разрывает изнутри то есть он присоединился к тому что чувствует ангел то есть это тоже называется слезы их попали ему в глаза ицхак он жертва добровольная он согласился с отцом но в конце концов жертва своего отца слезы ангелов он почувствовал своих глазах смотря в глаза своего отца который он собирается привести в жертву то есть в принципе он видел ненормально ситуацию тогда понятно становится почему ицхак не мог никак отдалить исава он не мог себе сделать то что сделал когда-то его отец пережив то что отец то есть драги божественной так далее в принципе поставил стену между собой сына в каком-то смысле после того что пережил он на объективном сознании с ангелами ицхак не мог это сделать ром и сугаль его отец изгнал ишмаэля авраму было это тяжело аврам не хотел это принимать но саром вместе со всевышним уговорили он это сделал яков смог в конце концов предпочтить одного сына который продолжает духовно и в принципе выстроить иерархию и то что помогут сделать ицхак не может это сделать он другой таким образом ицхак порождает то понятие как прототип абба прототип отца отец который принимает своего сына в любом случае это один из фундаментальных основ то есть в среди прототипов отцов про отцов он про отец который он это не может он не может это сделать и это скорее всего очень важный аспект который хочется приобретить закрепить всевышнего чтобы он один из патриархов потому что он вносит важный аспект отцовство он не может раздеть между сыновья это одна из вещей что произошло поэтому пытается и саба то есть он не выкинет кстати тогда можно объяснить и благословение обретение он не дает и он понимает что иссав не продлевает его но без благословения не останется он же мне дает ему беркат а врагам но он его не отталкивает кстати эта проблема эта проблема очень важно чтобы отец умел различать разницу между своих детей но не может потому что иногда нужно наоборот теперь второе объяснение второй медраж второй медраж говорит что что происходит ицхак посмотрел на небеса и увидел престол всевышнего то есть что произошло то есть дальше ему объясняет что произошло из-за акиды то есть из-за жертвоприношения взгляд ицхака обратился в внутрь то есть внешний мир перестанут рисовать он обратился полную святость он соединился с престолом всевышнего то есть в принципе пусть только посмотрел на скажем так в мир всевышнего и увидел престол он начал смотреть на мир то есть в глубоком взгляде внутрь святости в то что он стал полностью святым с точки зрения божественного видения с таким образом все что происходит все это бодяги перетряги внешнего нашего мира не интересует он стал слеп к нему с духовно слеп таким образом он полностью отключился от всех что называется про мирских проблем то есть он стал тот кто смотрит внутрь это то скажем так причина которая не давала ему различить между самым я это внешне потому что он смотрит внутрь не сможет уже на внешнем есть очень интересная вещь по-настоящему нет разницы в подходе к ицхаку по обоим медрошам объясню почему неважно что повлияло на ицхак и сак и то есть в принципе ицхак не может смотреть над мир как прагматик он у него не смотрят то есть у него нету подхода прагматичного вообще то есть никак к этому миру его мысли определенного направлена внутрь он смотрит то есть да на скажем так понимание глубокое внутри глубокое видение ощущения мироздания его не интересует то что называется практическая жизнь откуда то есть мы учим это что так произошло с ицхаком то есть мы видим по отношению к ицхаку что так у нас есть допустим возьмем примеру отношения рифки ицхака что делать рифка рифка знаешь она ошибается что она делает она целую манипуляцию за это чтобы то есть в конце концов пословение досталось якову то есть все прошло как должно было быть в принципе то что стало всевышним то что сказали когда-то в пророчестве что два народа выйдут из тебя и так далее мы старше будет служить младше что якова это тот который должен продолжать почему она не подойдет к ицхаку и не скажет дорогой муж ты ошибаешься давайте разложу все на полочкам то есть да почему наделать мне за спиной это все есть очень интересный ответ у нацива из воложни этот ответ кстати базируется на поведении рифки во время когда встретила ицхака в первый раз когда она упала с верблюда да очень странно увидела его вау упала с верблюда чем прикол очень так красиво романтично то есть да увидела он ее поразил и она не смогла удержаться на верблюде от увидев ицхака который идет так на вот что произошло произошло по-настоящему объясняет нацив из воложни равна на нафтолицы юда берлин кстати один из глав хоу и ци он говорит первое впечатление которое получила рифка который кстати потом концерт наложил отпечаток на всю жизнь рифки отношению с мужем это она его увидела когда когда он возвращался милосох басады он возвращался от разговоров политос после того как его когда он уединился общаться со всевышним она его после этого сразу увидел что она увидела говорит нацив объясняет она увидела не человека она увидела почему она упала с верблюда она увидела человек который это видела по-настоящему называется монах хашем сваот она видела ангела во плоти то есть в человеческом образе увидев этого то есть это сделал такое впечатление духовную на рифку когда он увидел ицхака она больше никогда не смогла побороть в себе трепет перед мужем потому что ты видишь человека на таком высочайшем духовном уровне когда ты видишь предстоящего живого ангела то ты просто она не может перебороть свой трепет даже когда она видишь она просто не может переступить через себя и сказать ицхак ты ошибаешь она даже видит он поймет это человек который живет в высших мирах он не здесь он в другом месте и это проявляется именно самой мощной вот эта вот идея проявляется именно то что ничего про то что не рассказано действительно что есть рассказать о жизни ицхака это человек не живет практической жизни это человек весь находится он не занимается вообще устроением и упорядочение внешней жизни в этом мире он весь живет внутренних мирах в нырях связь поэтому кстати это очень важный этап это очень важный этап и очень важный прототип для становления еврейского народа как отец он отец который не отдаст сына с одной стороны с другой стороны он также занимается постоянно развитием то есть духовно и поэтому нечего рассказывать что ты расскажешь но есть очень интересная вещь есть одно что он таки дадил что он делает копает колодцы а самое главное раскапывайте колодцы которые копал его отец и засыпать что-то значит копает колодцы он то что называется он не начинает то есть расширение границ он не почему то что он должен очень он не пройдет по всей земле он не расширяет новые границы он не делал но что он делает он углубляет существующие и раскрывает и углубляет усилить наследие отца ведь дело в том что важно захватывать важно распространять важно это но еще важнее углублять потому что если мы не будем углублять укоренять то то что сделал тот кто это развивало и продолжал оно все погибнет оно все уйдет на смарт и цхак занимается углублением укоренением и раскрытием того что делал отца . усиление этого копает колодцы и это то что дает воссоединение аврагама который все развивалось все это сделал все раз и цхака который все это укоренил появляется яков который уже может сделать народ это то что называется авраам саде говорится он гарм да он гарм например про и цхака сказано он сады поле то есть в принципе поэтому саде имеется ввиду что он углубляется то есть он идет гулять углубляться выпитываться то есть в принципе и цхак тем что полностью то есть скажем так углубляется зацикливается в том смысле глаз на кисе а кого то есть на престоле всевышнего он он был лучше всего подходил он зациклился на престоле всевышнего то есть да он углубился введениями миров по этой причине он больше всего подходил к чему тому чтобы окопаться углубиться укорениться поэтому никуда не двигается поэтому затем земли израиля он никуда не двигается он ничего не делать нового он укрепляет и закрепляет это что он делает таким образом благословение которое попадает и акову она попадает не скажем так несмотря на слепоту исхака она попадает ему от обосновения из-за слепоты и так и должно быть то есть да это еще то есть у этого нет ограничений из-за того сзади благословение намного более мощно по причине того что углубляется настолько в святость поэтому должно было так произойти без этой слепоты не было бы всего этого и это очень важно теперь вот это вот понимание исхака и его личности она красавица то что наговорят наши мудрецы наши мудрецы говорят каждый из про отцов он автипус он прототип то есть когда прекращаются прототипы то это уже не про оценить патриархи и втрое должно было быть сделать прототипами таким образом объясняют наши мудрецы все эти рассказы которые мы читаем это не рассказы биографии про наших пап авраам исхак яков а это фундаментальное описание зарождения корней характера и особенности народа израиля и фундамента который закладывается от каждого из прототипов из трех про отцов и четырех про материю таким образом то есть мы можем заключить здесь то что мы учим исхак он вложил то есть две вещи которые очень важны были понятие отцовства судя потом медрашу из-за то что глаза которые попали в него слезы ангелов как мы объяснили этот медраж и второе глубокое видение ухождение и закрепление с точки зрения духовных миров и живя им понятно что а врагам дал еще и яков дал еще цветами соединилась и находится внутри еврейского народа то есть они все эти прототипы построили нашу еврейскую сущность за на этом мы сегодня закончим как я сказал сначала будет немножко может разлезлить некоторых людей потому что типа чё это это слепой духовно слепой это а потом вы увидите такая вещь которая все переворачивается наоборот происходит очень что-то грандиозное вот на этом мы закончим надеюсь что вам было интересно что познавательное что-то вам